всем привет салут 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 спасибо максим кого еще привет из молдавии привет молдавия пуся привет привет этот залетела к вам в stories уже выйду завтра потому что эти дни я чуть-чуть чистила инсту я заблокировала больше 500 профилей и единственное которое больше 250 или 300 профилей на одного человека это какая-то кутукова аня господи она подписывается на всех домовских и короче вот я ее блокирую она создает новый профиль короче заблокировала ее где-то 300 профилей это ужас я не знаю мне кажется это больной человек я завтра уже улетаю скумпо чефачку мураво и чефак привет как ты относишься что грант белой на проекте я никак к этому не отношусь потому что я не на проекте да я видела и слышала передай маргарите привет маргарита привет краска для волос все вопросы прям все вопросы что связано с краской с окрашиванием с техника и так далее пишите артуру моему стилисту потому что я не разбираюсь в этом и не знаю какие он продукт по моему он от гера профессионал круче можете ему написать спросить он вам все скажет до завтра уже в уфу господи вы не представляете у меня будет завтра очень сложный день я ненавижу летать завтра пересадка я жду самолет следующий три чем-то часа было бы больше времени пошла куда-то сходить а так на дорогу только с аэропорта другое место займет час поэтому буду где-то валяться в аэропорту три часа мой настоящий цвет волос вот этот он такой темный шатен у нас все хорошо что у тебя на лице у меня на лице цинковая паста это от когда прыщик какой-то выскакивает то я мажусь цинковой пастой на ночь ну или в течение дня неужели у людей столько свободного времени что создают 300 профилей честно мне кажется что этот человек конкретно вот этот человек чуть-чуть не дружит с головой ему надо чуть-чуть подлечиться приветик когда вернетесь в москву приветик я думаю в марте уже прилетим если закончим все дела думаю что в марте там холоднее в чем да я знаю но просто мне уже надо в уфу сколько лет мне 26 лет в сентябре 27 привет спасибо сначала мне не очень нравится этот цвет но сейчас кайфую спасибо так сначала конечно же у меня на голове была тонировка потом у меня был уход и цвет такой он был серый но я изначально сказала артуру что я не хочу серый цвет я хочу такой более теплый светлый вот у меня сейчас на голове вот такая вот беленький но он не серый вот его кстати сегодня затонировала в шампунем купила синий какой-то забыла как называется марка вы размешала с уходом каким-то тоже сестры взяла и вот что получилось подержала 5 минут мне нравится не рискнул не рискнула помыть голову чисто шампунем потому что мне кажется были бы пятна поскольку у меня вся голова обеспеченная блин у меня так сильно заболела голова резко прям а боль такая будто мне сдавливают вот так просто так что помогает шампунь а это мать просто у меня тут крути загружается очень медленно сообщение которое вы пишете а максу сколько лет максу 2 марта будет 23 года у него скоро день рождения так выглядишь на 24 спасибо если честно мне не продают не алкоголь не стики не сигареты вообще все что связано с алкогольными сигаретными и так далее продуктами мне не продают без паспорта всегда куда бы я не шла у меня просят паспорт и если у меня его нету собой я начинаю злиться очень сильно и говорю чё блин я реально не похожа на человека которому есть 18 лет вот как макс макс все хорошо сейчас он у родителей спасибо большое прикольный цвет был когда-то была на проекте когда я была на проекте у меня было другое окрашивание у меня был airtouch а сейчас у меня total blonde по поводу юли белой ромашова бросить у нас или нет я думаю не бросит мне кажется тоже давным-давно забытая история уже сколько прошло больше полутора года он мне кажется это уже давным-давно прошел все будет хорошо я вот просто знаете когда люди говорят типа по поводу людей с проекта и когда что-то связано с бывшими вы же когда видите своего бывшего или свою бывшую уже такие сразу я хочу с ней помириться я буду с ней конечно же нет так и называется просто цинковая мазь идете в аптеку она там стоит рублей 100 200 она очень и такая она дешевая юма этой мазью мажут и попки младенцев или детей маленьких чтобы там они не спарились такс как дела с паническими атаками вы не представляете вот когда я вышла позавчера в прямой эфир я позавчера по моему ходила в прямой эфир и огласила победителя до позавчера потому что вчера был день рождения у племяшки позавчера вот я была в прямом эфире меня так накрыло мне так стало плохо я так начала всего бояться вы не понимаете у меня такая паника началась у меня так сильно сердце стучало и так я круто все закончила прямой эфир резко я так захотела плакать меня прям слезы в глазах накопились но я начала дышать глубоко выпила нет не выпила пустырник просто начала дышать глубоко ходила по дому и легла включила youtube чик на следующий день я проснулась где-то в семь или восемь утра у меня сердце так сильно колотилось круче продолжение вот этой вот панической атаки и вот короче сердце вот прям как будто не знаю как как будто я чего-то испугалась она сначала просто неугомонно я легла потом обратно но я не могла спать нормально знать когда засыпаешь вот прям крепким сном и отдыхаешь а я как будто сквозь сон просто лежала и отдыхала я не могла расслабиться мне все казалось что что-то сейчас произойдет что что-то случится что мне что-то кто-то сейчас напишет я встала в 12 с кровати пошла выпила два пустырника и как-то пыталась себя успокоить начала ходить разговаривать с малым играть с малым поиграла потому пошли по делам купили все что надо было и вроде более-менее под вечер меня под отпустила я ненавижу это состояние раньше когда вот и раньше не знала что-то паническая атака когда я чувствовала что вот вот все начинается вот это вот паника внутри боязнь чего-либо что кого-то сейчас что-то произойдет я сразу ехала домой и сидела одна дома я просто садилась либо лежала в кровати и смотрела youtube типа я свой мозг отвлекала так что у нас тут по сообщениям потому что накопилось я ничего не читаю да цинковая мазь нет мы еще не в москве я пока в новороссийский завтра уже улетаю что думаешь за войну думаю что это полная папа мне очень жаль что так происходит честное слово я до сих пор мониторила все новости связанные с вот этим событием но я не хочу короче уже два дня я не мониторит но наверное опять начну потому что мне макс сегодня скинул курс евро и доллара я в шоке он недавно был 70 чем-то или 70 сейчас он 80 80 евро 90 это ужас и нам еще будут санкции водить о димонь привет димой максим дома в уфе такс ты хотела бы как хотела бы назвать детей знаете мальчика либо дамьян вот дамьян бы его назвала девочку мишель может быть красивые малмагины помирятся нет они не помирятся тебя лучше после ухода дома 2 нет мы не расстались максим дома твое мнение что юля белая вернулась на проект ну вернулась и вернулась столько держала интригу и по итогу вернулась к грантом ну что поделать салуди молодого салут ой привет я тебя потеряла из омска привиту ли не теряйте меня я несколько дней не выходила в союз потому что я писала что я чищу instagram могу сказать что это тяжелое дело и я пыталась искать программы которые вычисляют вот такие вот левые профили пустые которые не есть я просто смотрите я выразилась вчера так что пустые профили пустые не в плане того что там нету никаких фотографий и там человек сидит есть пустые профили но на которых люди сидят они выставляют stories они пишут сообщения они они это профиль настоящий просто человек его не ведет а есть профили которые специально создаются там нету вообще подписчиков это либо закрытый аккаунт либо он просто пустой без фотографий без ничего и там хуево-кукуево подписчиков не подписчиков профили на которые подписались там и все домовские и вот эти профили они пустые там и они однотипные они на одноименные из-за этих профилей блокируют инстаграм поскольку считается как накрутка типа боты и я чистила только я говорила изначально когда зашла в прямой эфир то только одну анну кутукову я заблокировала 250 или 300 раз у нее столько разных профилей и в каждый раз я мониторю и она сегодня подписалась три раза с разных аккаунтов вы понимаете это пипец это попа просто не понимаю сколько у людей терпения да сколько это времени надо столько профилей создавать ну в общем вот я забил почистила чуть-чуть я дальше не знаю это очень долго и у много времени занимает и так потихоньку буду чистить лейлой и в итоге на я хочу чтобы у вас была девочка я не знаю кто у нас будет знаете говорится как что даст бог то и будет но пока мы детей не планируем какой у меня уход за лицом блин весь мой уход за лицом сейчас находится уфе по сути как я ухаживаю за лицом все скажу если она крашена я сначала смываю макияж мицеллярной водой потом водичкой смывая мицеллярку потом я очищаю кожу пенкой и или просто типа есть гели для снятия макияжа но я все равно после мацеллярки вот этой вот пенкой это смываю иногда я делаю пилинг скатку но это можно делать два-три раза в неделю маски есть у меня одна от глэм 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 она очень крутая теперь это утина считает себя такой очень это ради бога пусть посчитает если это ее достижение самое главное достижение в жизни там флаг бы руки что маски держу маску я знаю что надо делать массаж но я не умею делать массаж лица вот с этими вот как эти называется надо научиться что еще после маски я наношу крем крема я купила от веледа вот хочу купить какую-нибудь сыворотку крутую мне посоветовали кровавый пилинг или крова короче что-то с кровавым там типа связано не помню как называется ну сказать типа просто я прочитала отзывы то что отзыва а рекомендацию сама вот этого кровавого пилинга он чуть-чуть опасненький я пока не знаю попробую а у косметолога я иногда делаю биоревитализацию это увлажнение кожи лица синяками я борюсь хуево какое валет и ничего мне не помогает это моя особенность здесь есть фильтр и поэтому вам кажется что синячки такие типа их практически не видно но на самом деле я всегда как будто болею я как будто всегда бухала либо я всегда не выспалась вот такой вот у меня лицо всегда вот всегда чтобы я не делала патчи снимают только опухлость под глазами но она у меня редко бывает но все равно я увлажняю патчами и короче ничего не помогает вот когда придумают уколы которые вот просто синяки под глазами уберут я просто этому человеку буду поклоняться честное слово у меня в принципе кожа не проблемная она мне чисто я могу ходить без тоналки я могу ходить не накрашенная но вот эти вот мои темные круги под глазами всегда мне придают такой вот уставший болезненный вид и поэтому я стараюсь если я куда-то выхожу крашусь а так бы я ходила вообще не накрашенная вот честное слово ресницы есть и поперла и кстати вот по поводу синяков под глазами они у меня появились сейчас вспомнить надо блин крути вот отчетливо я помню что вот эти синяки прям они уже появились и они меня раздражали по моему это был класс 9 или 10 и они по моему появились раньше я была я думала что это из-за проблем с почками потому что в детстве я очень сильно болела почек у меня очень сильно болели почки у меня хронический пилонефрит был я очень часто сидела в больнице я в омарок падала и в реанимации я лежала с этими почками и постоянно эти вот такие вот просто кулаки с таблетками я пила и думала типа ну может это за почек типа уже взрослая но против как бы почки меня не беспокоит но все равно пошла проверила и что вы думаете мне врач сказал у тебя идеально чистые почки у тебя идеально короче все что связано с мочи вот короче как там не знаю по медицинскому круче у меня все чисто сказал может быть у тебя поменялась пигментация и поэтому типа у тебя вот такие темные круги под глазами косметолог моя ульяна сказала что у меня очень тонкая кожа под глазами прям очень тонко у меня видно сосуд видно вот когда смотришь близко сосудики видно а если его делаю вот так вот то вообще там видно все что творится под моей кожей и короче знаете можно забить х на вот это вот все но когда люди стремятся к и знаете еще и чё думаю может у меня эти некие из-за того что мне не поступает необходимое количество кислорода в мозг я уже все просто и я не знаю что еще я круче все что связано с видением типом и знаешь что типа делают консилером типа как как татуаж под глазами типа знаете или я забыла как эта процедура называется типа раньше сначала появилась процедура что на лицо вводили как короче типа как тоналку вбивали у тебя постоянно красивый тон сейчас появилась типа под глаза консилер вбивает но я короче боюсь это фигни мне кто-то сказал что потом это может кручит типа как татуаж вот на бровях вон выцветает обычно у нас например один цвет а спустя время он там сереет чернеет краснеет розовеет и типа нежелательно я боюсь вот все что связано с этой фигней хожу пока так когда-нибудь я думаю что в наше время когда люди переходят на гиперпространство мы додумаемся до чего-то чтобы лишать людей синяков такс это делает от вишну веснушек а сейчас и под глазами делают мигрень была у мамы или у бабушки по моему мама страдала всегда болезнью так что еще но сломала да и она сломала у меня есть вот здесь вот шрам вы видно даже через фильтр он вот такой вот и у меня нос одна сторона моего носа вообще не дышит поэтому я ищу хорошего хирурга который сможет мне сделать отличную риносептопластику чтобы я прям просто кайфовала от того что он не сделал и я начало дышать у нас сяра анечка коммунатиня комсанататя донесет айбом паза вам тьмея скмут для меня тот бенекус санататя парка тот бене анча путаком сама дорога капул амбута пастила сперса трякающий моплекте сям амдичи сэнтру аич и он лайв сэдискутку вай дальше очень красиво спасибо тебе это кстати идет горбинка горбинка как горбинка меня больше всего беспокоит что я дышать нормально не могу сделаю все анали скорее всего железа не хватает я тела она я сдавала же анализы ну типа у меня там все нормально не комплексуешь по этому поводу по какому по носу или по синякам из-за носа я не так сильно комплексую из-за носа я переживаю больше поскольку все равно когда типа кислород не до конца доходят до моего мозга и до моего организма типа как-то это может быть и сказывается а по поводу вот синяков под глазами я вот комплексую потому что те кто меня не знает например они например ну там знают меня очень мало времени если они меня видят не накрашено они меня спрашивают а это себя плохо чувствуешь ты заболела я такая нет у меня просто всегда сняки под глазами ой я бы вообще уехала из россии жить в теплую страну страну слышали теплую страну теплую страну куда-нибудь возле океана пожила где небо всегда красивое тепло я просто не люблю холод но пока так кстати из-за перелома носа могут образоваться кисты по себе знаю блин не пугайте меня просто зато губы красивые тебя спасибо кстати знаете что я сестре говорила но она говорит ты себе что-то там накрутила в детстве у меня была авария у меня вот здесь вот есть шрам сейчас я его покажу вот видите мои синяки без фильтра вот мои синяки без фильтра у меня вот здесь вот есть шрам в детстве я попала в аварию меня здесь зашивали и когда-то давно этот шрам постоянно краснел и я могу сказать что здесь мне короче как-то по моему задели что-то у меня вот эта сторона лица не такая круче не такая активная как вот это это можно заметить когда я разговариваю но это больше вживую видно но я это замечаю что эта сторона даже где губы она двигается больше а вот эта сторона она как будто как будто ее вытягиваю выбор типа не знаю как объяснить и вообще больной человек а я 26 лет какая баба аня здрасте привет гемоглобин да вроде нормальный про я все анализы крови сдавала макс луфе спасибо большое то у каждого есть изюминка но знаете когда я вот вижу девочек даже с веснушками то мне веснушки нравится это такое не знаю красивая как-то не знаю украшает девушки у которых идеальный тон нету кругов под глазами когда они херачат просто килограммы тоналки на себя и просто им так завидую говорю зачем так зачем я бы ходила на вашем месте просто всегда без ничего я даже всегда с собой консилер ношу потому что если куда-то вдруг надо будет срочно пойти быстро консилером замазываю и бегу так спасибо большое ань поехали в тайна все махнем рукой ей я только за пока не могу у нас дела я уже проверяла почки кстати я по приезду в уфу пойду наверно я сделаю короче я проверю свою головюшку потому что она у меня начала беспокоить спину обязательно мне многие посоветовали пойти проверить спину может быть у меня там что-то защемило и может быть мне врач посоветует носить корсет не носить поскольку я чувствую что моя осанка просто сейчас пошла по полной пиз вы сами поняли что еще ну в принципе вот а и проверю печень и желудок потому что у меня начал беспокоить если я выпья не пью сейчас если я пью одно пиво так еще более-менее нормально если я пью два пива мне так плохо становится нет я с ними не общаюсь у меня губу смотрите здесь есть фильтр этот фильтр увеличивает все фильтры какие которые есть инстаграм практически все делают такие губы более пухлые и поскольку я всегда держу телефон близко к лицу они кажутся огромные особенно если так держать то у меня губы просто сочные мощные но по факту губы мои не такие большие в жизни люди не говорят ой какие у тебя губёхи потому что они пропорциональны невелики нормальные спасибо спасибо вам большое печень без нервных окончаний вроде как но кстати когда проверяла почки и все что связано с этой мочевой системой мне врач сказал типа иди проверь и печень типа вдруг там что-то с ней вроде она меня не беспокоила но знаете проверюсь короче на всякий пожарный спасибо по поводу скул короче у меня одна сторона такая вот эта сторона она такая более отчетливая угловая а вот это она более круглая не знаю почему так кстати раньше где-то до 8 до 18-19 лет я была всегда худой но у меня лицо было пухлая потом как-то резко я высохла на лицо именно вот не видели когда я весила 43 килограмма это был лютый пипец меня можно было вот так вот взять и у меня бы меня иногда ветром сдувало я сейчас поправляюсь и мой вес сейчас но короче последний раз когда я взвешивалась это было около 53 килограмм на 52-53 короче хочу весить 55-56 я кстати брала витамины с собой но это не подрасчитала и вместо 6 пакетиков я взяла 4 почему я не понимаю и вот и пропускаю получается два дня витамины ладно привет украина как вы там это у всех так то же самое у нас разные руки ноги глаза все разного размера и глаза знаете что один глаз у меня типа такой чуть-чуть вытянутый а другой круглый анечка очень красиво говорите на родном языке как будто не на молдавском а на итальянском приятно слушать спасибо ну знаете я могу сказать что у меня два родных языка это русский и молдавский румынский просто русский я не изучала в плане как называется круче я румынский изучала как он пишется как он короче углу как это называется скажет просто это сейчас забыл забуду круче русский я знаю разговорный в плане писать и это типа все самая я типа сама училась там учусь до сих пор я знаю что очень много ошибок делаю когда пишу на русском языке извините стараюсь справляюсь но все что связано с писанием я учила английский и румынский грамматика точно спасибо большое господи вот это вот слово русскую грамматику я практически не изучала там было несколько уроков это было вообще в каком-то классе пятом и потом нам перестали преподавать вот и это все что я типа помню до сих пор я учусь и читаю на русском языке всегда читаю длинные статьи книжки если мне интересны но от книжек мне начинает болеть голова и вот но я все равно хочу читать книжки потому что надо красиво разговаривать а румынский я изучала грамматику полностью я учила его с первого класса как я когда пошла в школу и вообще не знала румынский язык от слова совсем я прилетела в молдавию получается был по моему июль или август и в сентябре я пошла в школу здравствуйте человек который только прилетел с россии сахалина который вообще не знает что такое буназила это добрый день который просто может с вами пообщаться на русском языке но ничего не понимает на румынском и ну за полгода я выучила его потом но где-то до 2 класса я его еще типа учила и училась как писать правильно как говорить правильно но потом я полностью перешла на молдавский язык пучки мажут цинковая цинковая паста или цинковая массе я родилась и училась в кишиневе в доме 2 вас вспоминали недавно говорили что у вас всегда все глажено стирано ставили в пример умничка вы по вам бедны и по максиму что вы хозяюшка того что красиво и спасибо да я крути я человек эпидантично и я у меня есть такая зацикленность мне надо чтобы всегда было все аккуратно все идеально и меня раздражает то что мне надо чтобы было все идеально если мою посуду я должна помыть эту посуду идеально если что-то глажу должна погладить все это идеально если я стираю вещи я должна их постирать до такой степени чтобы все было идеально чисто я не знаю почему так это хорошо с одной стороны а с другой стороны это мне не дает иногда расслабиться вот так у меня даже вот с волосами волосы у меня должна быть всегда в идеальном состоянии, это не всегда должно быть, типа, у меня нету такого, что «Ой, я всегда должна помыть голову, потому что, господи, не дай боже...» Нет, нет, не прямо такая. Если я укладываю волосы, там, выпрямляю, кучи ряшки делаю или собираю пучок и если изолачиваю волос, они должны быть закончены максимально идеально, если делаю кудряшки, эти кудряшки Должны быть идеально красивыми Если я выпрямляю волосы Они должны быть идеально прямыми Здравствуйте, Аня Человек, который помешан на всем идеальном Я дева и весы Молдавские плаценты Умеете готовить карнаце, метите Вертуты Короче Плаценты Я не умею делать тесто Мне стыдно Но знаете, есть люди, которые реально любят работать с тестом Я нет Я умею готовить Все, что попросишь, то я приготовлю Если мне дадут рецепт, я в принципе это все смогу сделать Но я не умею работать с тестом Вот для меня это просто темный лес Признаю Вот Где Макс? Макс в Уфе Я уже это говорила миллион тысяч раз Чем мы жголу шампунем? Маска, бальзам Нет, у меня шампунь Блин, я выставляла в сторис Слушай, ну не следите Я обидно, я же стараюсь Для вас специально Выставляю все Вам расписываю Рассказываю Потому что все спрашивают Я помню на проекте, как ты хвостик делала Вот так мило психовала, что они идеально ровно Просто я вспомнила Чтобы вы понимали Я когда делала вот этот вот пучок В эфире показали там пару секунд или минуту На самом деле я полчаса мучилась Я полчаса психовала Максим там заходил Я ходила Что-то не получается Все, я ухожу Я не хочу это слышать Так Почему так редко видно молодого человека в сторисах? Ну не знаю Типа Как объяснить? Я понимаю, что многим интересно следить за нашей жизнью Показывать ля-ля-ля Макс такой человек, что он не особо любит Ой, давай покажем всем, как, что мы делаем Это я там могу вам показать, рассказать что-либо Макс занимается своими делами Ему интересно показывать свою музыку Вот Или что он сделал, например Скоро у него выходит альбом Он уже готов Вот так вот Это девы такие чистоплотные Мой муж-дева И как бы чисто у нас не было Все равно для него не идеально У меня то же самое Чтобы вы понимали Если я даже никуда не иду И если я даже могу полежать в кровати Да, не знаю Целый день просто могу лежать Я встану Я соберу кровать Я ее просто все разложу, положу И вдруг, если я захочу прилечь Я прилягу и возьму пледик и укроюсь Вот так Что думаю по поводу поступка гранта Ничего, если честно Ты классная, желаю счастья огромного женского Спасибо и вам тоже Что насчет белой скажу Это ничего Я с ней не знакома Я не знаю Я просто знаю, что Они, по-моему, общаются Короче, я не знаю, честно И как бы Что-то додумывать не хочу Смысла нет Не хочу быть сплетницей Потому что я реально ничего не знаю Я знаю ровно то, что знаете вы Я видела по сторис, что он вчера встретился с ней Потом, что они куда-то ехали Потом, типа, они оказались на поляне И потом, что сказали, что они вместе Юля участница телепроекта Вот я знаю ровно то, что знаете и вы Вот и все Аня, ты в ТикТоке зарегистрируешь Там все ваши баттлицы дома Я за... Я, короче, у меня есть ТикТок Я забыла там пароль Я не могу восстановить Не могу зайти заново Никак Я не знаю почему Сделала новый Но я там вообще ничего не публикую У меня там 100 чем-то подписчиков И все Белые пятна Это... Цинковая мазь От этих Вот прыщиков Пробовала духи Ван Клифф У меня есть одни духи от Ван Клифф Нероли Амара, по-моему Или как-то Я, кажется, забыла Я давно ими не пшикалась Есть даже Как-то показывали В эфирах Дома 2 Еще давно Еще Ромашка с Крис Встречались Ромаш что-то к нам заходил Что-то говорит О, новые духи Понюхал, говорит О, крутые Хочешь, попшикайся Попшикался Кристоя ему говорит Ты сейчас Аней пахнешь Украина вас любит Им у вас Так Что думаешь? Я только что ее прокомментировала Спасибо Какой у вас рост? Мой рост Метр семьдесят Так Адыги? Нет, не была Привет Из Казахстана Привет Неравнодушен Крити Как думаешь, Ваня Ребята Не смотрю проект Я, знаете Откуда узнаю Новости Или там Что-то еще Это сторис Они все вставляют в сторис Вот и все Сторис Если что-то случается Короче, знаете Нарезки Вот Все Типа Больше ничего Я даже Я очень давно не смотрела эфир Даже не знаю Что там творится А так Все Типа Самые такие Сплетни Самые Даже не интересные А самые жаркие Новости Ребята Всегда Выставляют Сторис Поэтому Даже Я не смотрю эфиры Потому что Я все узнаю В моменте Вот Из-за этого Их ругают Я никогда Так не делала Цвет волос Тотал блонд Типа Оттенок Не знаю Оттенок Честно Не знаю Так Как решила заниматься спортом Я вам сейчас расскажу Мои истории Как я решила Вообще Как я первый раз Пошла в спортзал И начала качаться После того Как я Повстречалась Почти пять лет С одним Молодым человеком Это просто Чистый вампир Я очень сильно похудела Ну и во время отношения Была очень худая